В эфире первого карагандинского новости в суде Гульнуржаке. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Что подтолкнуло 32-летнего жителя Караганды совершить самосожжение? Готовность к паводку. Вопрос номер один на контроле у Акима области. Весна не за горами. Какие меры предпринять, если вас укусило бродячие животные? Как уберечься от бешенства? Обо всем по порядку. Мужчина пытался совершить самосожжение перед зданием Департамента уголовно-исполнительной системы в Караганде. На отчаянный шаг 32-летний житель города пошел после изрядно выпитого алкоголя. К счастью, трагедию удалось избежать. Подробности в сюжете Аймамриной. Мужчина пришел к зданию Департамента и попытался проникнуть внутрь. Но его остановила железная решетка. Поняв безуспешность своего замысла, он вышел на улицу. В руках у него была канистра с бензином. Парень облился горючим и начал угрожать, что сожжет себя, размахивая зажигалкой. Облил себя бензином, так как был несогласен с направлением материала в суд о решении вопроса о определении срока пробационного контроля за административное правонарушение. После беседы с сотрудниками службы пробации он отказался от своих действий и прошел в здание службы пробации. Как стало известно, мужчина состоял на учете в службе пробации. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, отбывал наказание условно. За повторное нарушение правил поведения ему собрались продлить исправительный срок. Именно этот факт толкнул его на отчаянный шаг. По информации скорой, в момент угроз он был в состоянии алкогольного опьянения. Бригада выехала с юго-восточной подстанции. Буквально через минуту, через несколько минут было они на месте. По приезду здание было оцеплено. В здании находился мужчина, который по каким-то неясным причинам пытался облить себя бензином и поджечь. Уговорив мужчину не совершать глупость, не провели воспитательную беседу. Но продление условного срока ему не избежать. Аймамрина Олжас Габбасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. 25 февраля Акимобластин Ромохамбет Абдебеков побывал с рабочей поездкой в Каркаролинском районе. Он посетил объекты социального и производственного значения. Провел комплексную проверку готовности к поводку. Подробнее в сюжете Ларисы Хусаиновой. Первым объектом стала сельская больница. В ней проведен капитальный ремонт на сумму 30 миллионов тенге. Установлены два котла отопления. На балансе четыре машины скорой помощи. Функционирует кабинет телемедицины. В селе Теректы Аким ознакомился с проводимыми работами на руднике Коктасжал. В поселке по программе «Форсировано индустриально-инновационного развития» реализуется проект строительства и эксплуатации горно-рудного комплекса на базе месторождения Коктасжал. Целью проекта является не только строительство, но и добыча и переработка полезных ископаемых по инновационной технологии. Настолько все автоматизировано. Даже вот пробоотборники у нас в режиме онлайн. Какой луч световой через поток. Раз, и сразу тебе все содержит. И сразу автоматический реагент. Только сколько надо капнуть. А у нас мы реагируем через сутки. На сегодняшний день уже построены подстанция, промышленная площадка размером 1000 квадратных метров, административно-бытовой и спортивный комплекс с бассейном и боксерским залом. Общежитие на 95 мест, 15 двухквартирных домов и 4 многоквартирных. Аким области отметил важность данного проекта. Здесь будет создано 150 новых рабочих мест. Глава региона остался доволен некоторыми объектами. Во время рабочей поездки глава региона уделил особое внимание подготовке к предстоящему паводку. В селе Матак хозяйственным способом возведено около 9 километров защитных дамб. В Каршигалинском округе сооружена и укреплена защитная дамба длиной 500 метров и высотой 1,5 метра. Для предотвращения последствий паводка в регионе в целом выполняется комплекс подготовительных работ. По итогам объезда Нурмухамбет Абдибегов провел рабочее совещание по подготовке к паводку. Первый заместитель Акима Карагандинской области Асулбек Десюбаев предложил убрать с автодорог патрулирующих полицейских, а увеличить количество фотоаппаратов и видеокамер. Такую инициативу чиновник озвучил на встрече с сотрудниками местной полицейской службы. Как повлияло создание новой службы на криминогенную обстановку региона, узнавала Аймамрина. Первый заместитель Акима области отметил необходимость введения новшеств. Дорога беспатрульных способствует профилактике коррупционных преступлений среди полицейских, пояснил Асулбек Десюбаев. Он поручил сотрудникам МПС работать активнее и улучшать показатели по всем направлениям. С Акима в первоначальном режиме будем проводить один раз в квартал, когда будем конкретно какие-то решения принимать. Имидж ваш имидж, то есть ваша престижность, скажем, в области полицейской службы в лице ваших коллег нужно поднять. Местная полицейская служба начала свою деятельность всего два месяца назад, но блюстители порядка уже отмечают увеличение количества выявленных правонарушений. Например, на 30% больше выявлено правонарушений по статье «Мелкое хулиганство», грабеж на 30%, хулиганство на 47%, причинение тяжкого вреда здоровью на 53% и уличные преступления на 25%. 30,4% увеличилось количество выявленных мелких хулиганств, в том числе на 20% загрязнение места общего пользования, больше на 15% выявлено нарушение правил благоустройства территории. Возросло на 7,7% количество выявленных нарушений запрета курения в отдельных общественных местах. Полицейские не скрывают и имеющийся рост преступности. Так, например, увеличилось количество правонарушений, совершаемых в общественных местах. Больше становится и преступлений, совершенных в алкогольном опьянении. Отличаются показателями Караганда, Балхаш, Рысказган, Шахтинск, Пухаджрауски, Осагаровский и Нуринские районы. По итогам встречи Аслбек Дюсебаев призвал полицейских определить конкретные целевые индикаторы в области охраны общественного порядка и строго следовать им. Аймамрина Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Будьте бдительны. Участились случаи краж имущества граждан в общественном транспорте. Судя по статистике, за два последних года число преступлений в автобусах города только увеличивается. Для предотвращения проблемы во всех автобусных маршрутах Караганды будут устанавливаться камеры наблюдения. Подробности нововведения смотрите в следующем сюжете. На совещании в ДВД Карагандинской области обсуждались вопросы профилактики и пресечения преступлений кражи имущества в общественном транспорте. Участие в обсуждении принимали Аким Караганды Нурлана Убакиров и представители всех организаций пассажирских перевозок области. Основное количество краж происходит в часы пик, то есть утреннее и вечернее время. Жертвами чаще всего становятся женщины и несовершеннолетние. В текущем году за январь и 20 дней февраля этого года произошел рост регистрации краж чужого имущества у граждан в общественном транспорте. По городу Караганде зарегистрировано 440 краж личного имущества у граждан. В 2015 году было 281, из которых раскрыто 72 факта. Из которых 33 факта раскрыто сотрудниками ОПО, ОКП, ОВД города Караганды. И закрытыми остались 386 фактов уголовного правонарушения. За перечисленными цифрами стоит горе людей, которые лишаются кошельков и дорогостоящих салтовых телефонов. Раскрыть подобные преступления сложно, поскольку преступник сразу после хищения покидает салон на ближайшей остановке. Решением данной проблемы могут стать только видеокамеры в салонах автобусов, считает Нурсултан Мукашев. Внедрение данного комплекса подразумевает установку на транспортных средствах звука и видеозаписывающих технических средств с последующим использованием записанных материалов, заинтересованных службами. Вот на примере, на слайде видно, то есть это 4 камеры будут внедряться на каждую единицу транспорта, которая позволяет нам, это переднего вида, дорога впереди, дорога взади, две камеры, одна камера купольная, которая полностью салон, освеживает и вторая камера, которая над водителем. Соответственно, одновременно эта система работает в автономном режиме. Внедрением видеонаблюдения будет заниматься научно-производственное объединение «Перспектива». На сегодняшний день экспериментально в автобусе маршрута номер 43 уже установлены 4 видеокамеры. Действуют они 27 дней. За это время ни одна кража не зафиксирована. Уже с января 2017 года планируется установить камеры во всех автобусах Караганды. Говоря о нововведениях, можно отметить, что в текущем году акиматом города Караганды начата работа по внедрению электронного обелечивания в общественном транспорте. Сейчас ведутся заключительные работы с документацией. Асиль Сазамбаева, Тулеген Рашидов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. За последнее время по республике обострилась ситуация по заболеваемости бешенством животных и людей. Факт касается и эпидемиологической обстановки в нашей области. По данным статистики, за январь текущего года зарегистрировано более 200 укусов. Большинство из них – укусы бездомных животных. В 2015-м в городе Садпаев зарегистрирован смертельный случай. Подробнее о заболевании и мерах предосторожности вы узнаете из сюжета Асиль Сазамбаевой. Бешенство – тяжелое инфекционное заболевание, протекающее с поражением нервной системы и заканчивающееся смертью заразившегося. К бешенству восприимчивы как человек, так и дикие и домашние животные. Передача инфекции от больного животного к человеку происходит при укусах, царапинах и последующем ослюнении раны. Вместе со слюной животного передаются и возбудители болезни. Большинство укусов совершаются бесхозными животными. Укусы, нанесенные животными, неизвестны, происходит в период 569 – это 64%. Пострадавших среди детей – это 20%. Если рассмотреть в структуре нанесенных животными, это собаками, нанесен 80%. Кошками – 16,4% и другими животными – 3,2%. Здесь, как показывается статистика, в основном на первый план уходит собаке. Причиной укусов в основном является провокация при кормлении, играх, при выгуливании животных без намордников и без хозяев. Часто жертвами становятся люди в состоянии алкогольного опьянения. В основном – это укусы кисти рук и нижних конечностей. Антибактериальная помощь пострадавшему от укусов предоставляется в травматологических пунктах города. Все случаи укусов расследуются в Управлении защиты прав потребителей. Ежемесячно сотрудники УЗПП района имени Казбекби ведут мониторинги пострадавших от укусов животных с указанием полученных прививок. Так, по городу в 2015 году отловлено обрежащих собак 1850 голов, кошек 350 голов. Отловлено собаки и кошки, утилизировано и захоронено на скотомереннике города Параганды. По данным Управления защиты прав потребителей района Казбекби и Октябрьского района, в 2015 году от укусов собаки и кошек пострадали 1569 человек. В том числе из них 205 детей. Из них неизвестными собаками – 884, что составляет 56% от общего количества пострадавших. Так, по данным статистики, с 2013 по 2015 года по Карагандинской области зарегистрировано около 40 случаев бешенства у животных. На сегодняшний день главной проблемой остается то, что люди не информированы о заболевании бешенства и совершенно не знают, куда обращаться за помощью, если укусило животное. Многие пострадавшие занимаются самолечением, что совершенно недопустимо. Осель Сазамбаева, Рустам Беков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде открылся Центр содействия международным наблюдателям в период выборов. Им будут предоставлены услуги переводчика, GPS и транспорта, брошюры с адресами избирательных участков, партийных организаций и выход в интернет. Центр уже начал свою работу. Сейчас в штате есть 12 переводчиков и автомобилей. Сотрудники готовы сопровождать международных гостей и рассказать о всех достопримечательностях области. Подготовлены методические пособия, также они будут организовывать встречи с журналистами. Центр находится по адресу город Караганда, улица Гоголя, 31, офис 204. У нас есть помещение, у нас есть офис. В этом офисе все, что нужно для работы для иностранных наблюдателей, все есть. Есть интернет, есть справочные материалы. Продолжаем выпуск. Могульсим Шибаева, известный человек в Бухаржиралском районе. В 45 лет она отдала работе в сфере культуры. Вчера жители района и все карагандинцы торжественно проводили Могульсим Шибаеву на пенсию. Бухаржиралский район всегда выделялся своей самодеятельностью. Ни одни торжества не обходились без песен и танцев молодежи. А творческие коллективы всегда поддерживала Могульсим Губайдулаевна. Ее стараниями национальная культура всегда находила поддержку и в семьях, и в производственных коллективах. А начала свою трудовую деятельность Могульсим с сотрудника библиотеки. А через короткое время стала ее заведующей. Я очень счастливый человек, потому что всю жизнь, до сегодняшнего дня, я посвятила культуре. Культура меня сделала, я подняла на такие высоты, в которых я оказалась сегодня. И вот сегодняшний вечер, который проводится в честь меня, это организатором поддержка, которого была бы чувствовать, это от тем районом, на Ульгенце Афигинович. Также проводят его наши работники культуры, творческая молодежь наша. Я очень безгранично рада, что в моей жизни учителями моими были Румбала Кинжибалиевна, гордость нашей культуры, она идеал мой, Арбасар Жубаевна, Жакаева, а также Петровская Людмила Юсиновна. Я безумно им благодарна. Слова благодарности бывают не только официальными, но и искренними. Последнее особенно важно. Аким района работники культуры благодарили Мугульсим за отремонтированные в глубинках дома культуры, восстановленные библиотечные фонды. При постоянном дефиците средств она могла дать сельчанам главное – связь времен через культурное развитие каждого бухаржерауста. Впервые работника культуры так чествовали в районе. Известные Акыны – Дидар Калеев, Максат Аханов, Айдбай Жумагулов – воспели в стихах весь ее жизненный путь, ее дела на благо народа. Сегодня Мугульсим Шибаева – заслуженный деятель культуры страны. Рымбалау Марбекова подчеркнула, что это звание просто так не дается. Страна сильна не только экономическими успехами, но и глубиной восприимчивостью к корням своего народа. А это заложено в культуре, которая передает наследие предков своим детям. Лариса Хусейнова, Сламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Как получить бесплатное образование и скидки на учебу? Такую возможность предоставляет Академия Булашак. Сегодня прошла ежегодная Олимпиада Эрудит. Более 700 школьников со всей области соревновались за звание самого умного и эрудированного. Ученики 27-й школы города Тимиртау приехали со своим учителем английского языка. Олеся Александровна Сытник уже не в первый раз привозит своих школьников в Академию Булашак. Семь ребят из Тимиртау решили проверить свои знания по географии, биологии, всемирной истории и английскому языку. Все мои ученики, которые учились здесь и которые еще обучаются здесь, очень довольны. Им очень нравится здесь. Здесь действительно, если каждый год мы приезжаем и видим, что очень насыщена студенческая жизнь. Будем продолжать сюда ездить, принимать участие и надеемся в этот раз победить и занять хорошее место. Проверить свои знания приехали на Олимпиаду ученики выпускных классов со всей области. Впереди многих ждет единое национальное тестирование. И эта Олимпиада дает возможность ребятам проверить свой уровень знаний. Все предметы взяты из базы ЕНТ. Всего их девять. Это математика, всемирная история, география, биология, химия, физика, русские, иностранные и казахские языки. Традиционная Олимпиада Ирудий-2016 в стенах нашей Академии проводится уже в течение 17 лет. За этот период участниками Олимпиады были более 11 тысяч студентов. Из них более 2 тысяч школьников стали студентами нашего учебного заведения. Тысячу из них стали студентами нашего университета и обладателями ректорского гранта. Академия Булашак – один из ведущих вузов республики, где готовят конкурентоспособных специалистов. Участвуя в Олимпиаде, у выпускников появляется замечательная возможность до поступления в Булашак ближе познакомиться с вузом. Ученик 95-й гимназии Владислав Хе выбрал свой любимый школьный предмет – историю Казахстана. Когда сказали, что нужно принять участие, назвали предметы, мы с командой решили, что разделимся по предметам. Я выбрал историю Казахстана. История Казахстана я хорошо знаю и мне больше всего нравится из тех предметов, которые были предложены. Жду, конечно, занять какое-нибудь призовое место. Хочу просто по максимуму постараться, свои возможности посмотреть. Благодаря Академии Булашак и Управлению образования Карагандинской области у будущих выпускников появляется возможность обучаться бесплатно или со скидкой. Учителя и сами ученики рады, что есть такая Олимпиада. А пока выпускники соревнуются в знаниях, для учителей школ проводят методический семинар. Лариса Хусейнова, Ужас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова